Привет, мои девчонки! Привет, мои мальчишки! Это Беларусь Гомель. Сегодня у нас плюс пять. Сегодня четверг, 26 октября. Я в такой большой сандеповской кастрюле варю гороховый суп. Горох размачивался ночь. Всю ночь. Вот такой шманделок мяса, без косточки, девочки, без косточки шманделок мяса. Варится горох с мясом. Не знаю, что будет. У маман был вот такой горох. Я купила новенькую пачку гороха, девочки. Это у меня помытая посуда, не обращайте внимания. Все время я ей варила на этом горохе. Горох изготовитель Брянская область, город Брянск. Российский. Всегда был хороший горох. Умный выбор. Это блюмбочка от соседей магазина. Вот. Этот раз купила гороха очередную пачку. У маман как поставила вариться в пять. В пять вечером. Ну не в пять, где-то начало шестого, без десяти пять. Я только прихожу. В восемь часов попробовала. Он твёрдый. Твёрдый. Я вылила быстренько эту кастрюлю с горохом. Вылила содержимое. И ей сварила супчик рисовый за сорок минут. Не знаю. Всю ночь у меня мог этот горох. Всю ночь. Вот. Какой он будет? Я не знаю. Буду варить. Он же стеклянный, девочки. Он же стеклянный. Или мы закупаем горох у этих самых, у китайцев. Что он такой вот стеклянный, какой-то полуискусственный. Я не знаю. Я всегда любила этот горох. Изготовитель город Брянск. Вот здесь вот внизу написано мелким шрифтом. Вот. Изготовитель город Брянск. Всегда мне этот горох нравился. А это вообще, он не разваривается. Он стекло. Я говорю, что, ну будем так говорить, с пол шестого до восьми. Два с половиной часа. И он вот такой, какой был в пакете. Не знаю, что будет с моим горохом. И он у меня мог всю ночь. Я этот пакет выставила. Хотела выбросить. Вижу, Лена его не выбрасывает. Думаю, дай я его заберу себе. И вот я сейчас, сегодня я посмотрю. И вам покажу результат. Всю ночь мог горох с 12.00 ночи. И до 11.00 дня. Я сегодня, девочки, поднялась с постели 10 минут 12.00. Думаю, что я не имею права себе позволить поваляться в постели. И, короче, я сегодня встала только в 12.00 часу дня. Сейчас кто-нибудь скажет, чего вы кричите. Да я, девочки, на эмоциях. Что с горохом я так не первый раз сталкивалась. У меня уже был ролик, я вам выкладывала, что горох варится 2 часа в кастрюле. И ноль, никакого результата. Водичка прозрачная. Ладно бы помутнела водичка. Если мутнеет водичка, горох разваривается. Водичка прозрачная вообще. И горох не варится. Значит, это горох закупленный. Какая разница кем? Россией, Белоруссией. Какая разница? Закуплен у Китая. Всё. Я веню у нас только Китай. Потому что они искусственную капусту делают, искусственные яйца, искусственный рис. Они всё делают искусственное. И поэтому, наверное, вот этот горох, он полуискусственный какой-то. Не знаю я. Однажды у меня уже было такое. Потом я перешла вот на этот горох на Брянске. Он мне очень нравился. Ну, очень. Мы съели его не одну пачку. Потому что я варю маман суп гороховый очень часто. Очень-очень. Ну, потому что, понимаете, гороховый суп можно съесть и на завтра, и на послезавтра. Чтобы не стоять каждый день у плиты. А уже рисовый суп или там с макаронными изделиями, или там какой-то с другой крупой, уже суп не съешь. На второй день это уже максимум. Всё. Вот, и поэтому на горохе я уже обжигаюсь второй раз. Не знаю, Лена купила какой-то горох. По-моему, Эколайн фирма. Не знаю, ещё мы там не варили. Ну, когда я буду варить суп, я ей буду звонить, чтобы она предварительно замочила мне горох. Ну, вот варю себе. Ради эксперимента горох. Вымачивался в воде. Где-то около одиннадцати часов. Одиннадцати часов. Ну, вот посмотрю, как он сварится с тем шманделком мяса. Суп гороховый я сварить не могу, потому что у меня нет картошки. Три свеклины у меня отварены. Винегрет я сделать не могу, потому что у меня нет картошки. И поэтому я сейчас иду в наши соседи рядышком. Сейчас надену колготки, надену туфли, на домашнюю майку-свитер прихорашиваться не буду и сбегаю. Девочки, холодно на улице, пять градусов. Ну, меня это радует. Сегодня никак не могла подняться с постели. Думаю, а почему я не могу себе поваляться, позволить дальше. И смотрю, за десять минут двенадцатого мне защемило сердце. Думаю, ну что я успею сделать до пяти вечера. Но не то, что до пяти, а уже где-то в четыре часа я всё, я сижу и жду, когда будет начало пятого, чтобы идти туда. То есть, ну, время поджимает, и поэтому уже как-то какой-то тумблер у меня. А всё, четыре часа, это надо уже сидеть как на иголках, чтобы идти туда. А так бы, если бы не надо было идти, я бы ещё и валялась. Я когда-нибудь сделаю, девочки, эксперимент. Сегодня сделала эксперимент, до начала двенадцатого постели валялась. А я когда-нибудь сделаю эксперимент. Вот буду валяться до трёх дня, до четырёх дня. Потом поднимусь, перекушу и пойду прямо к маману. Ну вот хочу лежать. Вот лежала бы на диване и лежала бы, девочки. Лежала бы без конца и края. Кто-то мне там писал, но я тоже тот комментарий удалила, потому что, ну, ударил он мне по нервной системе. Одна пишет, вы только лежите на диване и ноете, что вам плохая погода. Где же-то я лежу на диване? Где же-то я ною про плохую погоду? Мне плохая погода, это когда летом смолит солнце. Вот это плохая. Даже когда на улице гололёд, для меня хорошая погода. Ой! Всё, девчонки, пошла я за картошкой в магазин. Обещаю, в секонд заходить не буду. Мои ноги пройдут мимо секонда. Вначале первая дверь идёт секонд, а потом идёт магазин соседей. Так что клянусь вам и обещаю, в секонд заходить не буду. Тратить время не буду, потому что оставляю включённый газ, а на газу горох варится с мясом. Горох иногда пеноподнимается и через кастрюлю такие вот идут. И забрызгивает кастрюлю, поэтому это очень опасно. Но я оставляю быстренько включённый газ и сбегаю только за картошкой. В секонд даже не ногой. Не ногой. Всё. Всё, девчонки, пошла я за картошкой. Надета я в зимней секондхендовской куртке. В зимней. Но пойду я в туфлях. Пойду в туфлях в яденых. В одном яденном туфле лежит стелька, потому что он мне шлёпает сороковой размер, а другой туфель мне как раз. Вот такая я хозяйка. Ещё не могу убрать летнюю обувь. Не могу. Всё стоит не убрано. Так что, девочки, пойду в туфлях. У нас холодно, но мне пробежать до соседей. Ох, как нога набрякла чего-то у меня. Вот. Нашу туфельки Янины с удовольствием. Всё. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, но я поверила тебе. Вот, скоро жёлтенькие распустятся. Видите, какой у нас ветер. Полегли белые, потому что длинные. Растут большие. Не выдерживает моя подпорка. Видите, они все полегли. Вон полегли. Надо хорошо убивать палки и хорошо подвязывать. Все полегли, потому что мои вот эти нитки не держат. Ой, как у нас хорошо. Пошли. Взяла вас с собой, чтобы на вас немножко поморосил дождик. На кухне оставила открытое окно, чтобы мой горох не взорвал мою хату. Вы смотрите, какая прелесть на улице. Вы знаете, к чему мы с вами подойдём? Возле канализационного люка, как мы говорим, мальва, да? Всегда в это время это мальва. Мальва, вроде вы говорили, она отцвела. Но почему же это цветёт? Вы смотрите, в ней листики необыкновенные. Мальва есть с кроллыми листочками. А это вот, видите, с какими листочками? Вот. Вот листья, как у клёна. Видите? И она цветёт. Вот. Какой-то необычный сорт. Да? Надо её отсюда выкопать. Можно маман посадить под калитку. Но вы смотрите, в это время какая мальва. Она всегда уже отцветала. Вы посмотрите, какие в ней листы. Вот это, да, чудеса. Я всё время хожу и смотрю на этот куст. Или он переродившийся, или что. Конец октября, и цветёт эта мальва. Но листики необычные в ней. Вот какие. Может, это гибрид какой. Но всё равно приятно. Смотрите. Всё, этот куст мне надо будет с лопаткой сюда прийти весной. Девочки, проходим мимо. Проходим мимо Мода Макс. Мода Макс. Не заходим. Не заходим. 54 рубля 90 копеек сегодня. Всё, девочки. А вот это отдел дешёвого товара. Сегодня по... По сколько там сегодня? По 90 копеек. Завтра будет вообще по 60. Всё, девочки. Вот магазин соседей. Идём только с вами за картошкой. Ну, картошка только вот такая у нас лежит. Очень крупная. И цена картошки 50 копеек. Ну, сейчас выберу. Мне немножко надо. Вот такая морковка хорошая. И лук мне нужен. Лук цена рубль. Не вижу сколько. Рубль 30. Вот, девочки. Уши свиные. 5,94. Уши свиные. 5,94. Видите? Вот они у продажи. Вот ушки лежат. Вот они разорваны. Девочки, так обидно. Только вам стало снимать в магазине уши свиные. И телефон мой потух. Ноль. Зарядки было ноль. Так что хотела вам снять обратно, как шла. Что не зашла в секонд. Хотела снять. И телефон. Буквально уши хотела снять. Хотела поднять упаковку ушей. Показать, что уши продаются спокойно. И разрядился мой телефон. Купила 4 луковинки. Больше мне не надо. Купила, девочки, картошки. Картошка крупная. Я вам успела показать. Немножко взяла. Зачем мне много? Я много не беру. И купила, девочки, знаете что? Купила спинок. Спинки куриные. Хорошие спиночки. Кверх ногами вам показываю. Написано спинки. Вот. Хорошая спинка. От нее такой навар. Такой супчик вкусный. Так что сколько тут штучек? Раз, два, три, четыре. Наверное штучек пять спинок. По три с копейками у нас спинки. Спинки. Так, спинка цыпляр бройленого. Вот за это вот три рубля сорок семь копеек. Так тут же на два супа. А то и на три. Вот. За картошку я отдала пятьдесят девять копеек. Пятьдесят девять копеек за картошку. И за лук репчатый тридцать копеек. За четыре луковинки тридцать копеек. Зачем расстоять на грядках вот такой вот позой? Все, заряжайтесь. Идите вы у болота. У болота не пошли? Ждете меня? Правильно делаете. Ждите. Это самое. Чего отключились? Я бы вам уши свинные показала. Эх, вы отключились мне. На самом интересном. На свиных ушах отключились. Кто вам разрешал? В следующий раз разрушение спрашивайте. Ишь вы, хозяева. Я еще без юбки сижу. Сейчас юбку одену. Ой. Что хочу сказать. Там был комментарий мне. Исправьте ошибку в названии. Свиные пишется одно Н. Правда, зашла я в гугл, да, свиное ухо пишется одно Н. Свиной фарш. Но, девочки, когда мы, я училась в школе, и нам диктовали диктанты вот по русскому, по белорусскому, и учитель говорил, я диктую хорошо, по моей интонации видно, где что поставить, где запятую, где точку, где знак припинания. Слушайте. И я всегда на это опиралась. Ну, смотрите, мы произносим свиной фарш. Свинной. 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 Если по-правильному, свиной. Свиной. Свиной фарш купила? Ну, я не знаю, в моем лексиконе такого нету. Свиной фарш купила? Свиной. Какой ты купила фарш? Да там был и свиной, и говяжий, и куриный. Да какой ты купила? Я свиной, конечно. Какой ты купила фарш? Я свиной. Свиной или свиной? Ну, может, так его произнести легче, свиной. Вот произносите сейчас каждый при себя, свиной или свиной. Свиной. А почему не с водкой? Свиной, то есть вина. Вина-бокал. Какой ты купила фарш? Свиной. Не знаю я. Ничего я исправлять не буду в оглавлении. Пусть так и напишется. Как слышится, так и пишется. Нас учили в школе. Всё. Как слышится, так и пишется. Я училась в советской школе. Учителя у меня были советские. Говорится свинные уши, значит, они свинные. Осыпаются мои уже хризантемки. О, кулаком стукнуло по столу, она и осыпалась. Свинные уши, свиной фарш. Свинные ножки, не говяжьи ножки. Свинные, свиные ножки. Свинные ножки или свинные ножки? Ничего я исправлять не буду. Мне так нравится 2Н. И пусть будет написано 2Н. Потому что мне так нравится. И я так хочу. Всё, буду что-то дальше делать. Блин, пол второго. Пол второго, девочки, это что значит лежать до начала двенадцатого? Всё, заряжайтесь. Вы у меня стоите вот в розеточке. Так что стойте. По стойке смирно. Девочки, юшечка прозрачная и горох не разваривается. Одиннадцать часов всю ночь мог горох. Юшечка прозрачная вот. Горох не варится. Сейчас 2 часа дня. Вы представляете, что мы едим? Что это за горох? Мясо уже готово. Мясо свиное. А горох, вот, юшечка прозрачная. Я не знаю. Но я буду варить себе суп. Я же не выкину этот горох. Я-то поем, но мама, он не жуётся. Он не разваривается. Он пластмассовый, девочки. Пластмассовый. Ещё раз повторюсь. С одиннадцати часов ночи он у меня мог до двенадцати дня. В двенадцать дня, сейчас уже два часа он варится. Два часа. Так это что это за горох? Какой продукт мы употребляем? Так, девчонки, мальчишки, а также их родители. Варится морковка и картошка на винегрет. Но сегодня, наверное, уже я не успею сделать. Десять минут третьего дня. Суп мой идёт в унитаз. Сейчас достану кусочек мяса. И, девочки, выложу его в салатничку. Вот кусочек мяса выложу. Потому что суп идёт в унитаз. А к этому кусочку мяса, вот, отличный шманделок мяса. Посмотрите, свининка. О, сварилась. А я сейчас... Макарошки рассыпались. Отварю себе вот такие вот рожки. И с отварным свиным мясом я покушаю. А вот этот вот горох идёт в унитаз, девочки. Посмотрите, прозрачная юшечка и горох. Он жуётся, но он во рту колючие кусочки. То есть горох пластмассовый. Я сейчас позвонила Лене. Лена находится у маман. И она говорит, что была передача, что земля не может всех прокормить. Как-то Лена сказала. И делают искусственное питание. Вот вам искусственный горох. Одиннадцать часов он мог в воде. И два с половиной часа он варился. Девочки, посмотрите внимательно. Это не для контента. Это я просто... У меня болит душа, и я вам просто жалуюсь. Посмотрите, одиннадцать часов он мог в воде. И два с половиной часа он варился. Сейчас он пойдёт в унитаз. Я пластмассовую еду есть не собираюсь. Это вред для организма. Всё. Вот прозрачная юшечка. Это так варился горох. Так, остальной горох у меня пойдёт в мусор, девочки. Вот, я его завернула в пакетик. Умный выбор. Вот мой горох. Он пойдёт в мусор. Вот. Обидно. Всегда Брянск горох российский я покупала. Маман ни одну пачку съела гороха. Вот это у меня мусор. Всё. Он пойдёт в мусор. Это пойдёт в унитаз. Сейчас сварятся макаронные изделия. И буду кушать с мясом. А, чтобы сестра попробовала горох, который 11 часов мог и 2,5 часа варился, я ей отнесу вот в этом вот фужеру. Поставлю на стол, пусть она посмотрит. Пусть она посмотрит. Может, она не видела такого ещё, что сутки варится горох. Можно сказать, сутки, 11 часов мог и 2,5 варился. Почти сутки скоро будет, да? И он не разваривается. Девочки, делаем вывод. Китай делает всё стеклянное, всё искусственное, пластмассовое. Вот всё, отнесу. Отнесу, пусть Лена посмотрит. Просто вот ради интереса. Аж порог идёт. Кто-то посмотрит и напишет. Светка дурью мается. Ей больше нечего делать, как целое видео про горох. Девочки, у меня тоже эмоции. Я не могу понять, почему нас травят такой едой. Ведь брянский горох, изготовитель написано. Я покупала всё время. Маман стойко поел этих пачек гороха. Я же суп гороховый варим через 2 дня. Вот 2 дня борщ или 3, потом суп гороховый. Потом опять 2 дня борщ, потом суп гороховый. Она только ест суп гороховый и борщ. Всё, в основном. А этот купила горох вообще, но никуда. Вот сейчас у меня будет комментарий. Она тупая, она мы что тупые, что она по 100 раз повторяет. Девочки, у меня эмоции. У меня эмоции. Почему нас кормят такой пищей? Всё, буду варить макарон. Есть макарон с мясом, который варился в горохе. Может, мясо тоже вредное выкинуть? Не, не буду такой шманделок свинины. Вы что? У меня аж слюнки текут. О, такой же манделок мясо, девки. Вы что? Выбрасывать не буду. Вон. А-а-а. А-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok